полурчать. Она была голодна весь день, но уже наступил вечер, а мама еще не была дома. Эти богатые люди должны перестать заставлять мою маму так много работать. Лучше бы мы никогда не переезжали из Франции. Там маме не приходилось так много работать, как здесь. Выйдя на улицу, она издалека услышала громкую музыку, доносившуюся из самого большого особняка во всей деревне. Ее живот подсказал ей пойти туда, и она обнаружила, что в саду проходит большая вечеринка. У Натали потекли слюнки, когда она увидела огромный пир. Она попыталась пробраться внутрь, но группа женщин преградила ей путь. Куда это ты собралась, девочка? Я голодна, можно мне немного мяса, пожалуйста? И стакан сока тоже. Только посмотрите на ее грязную одежду и руки. Отвратительно. Тебе здесь не рады, дитя. Проваливай. Натали была так зла на их подлость. Как раз, когда она повернулась, чтобы уйти, она заметила молодого парня примерно ее возраста, который прятался в кустах и выглядел разъяренным. Он смотрел на служанку, которую рыгала хозяйка особняка, миссис Харрисон. Как вы можете подавать эти фрукты в дурацкой корзине? У нас для этого есть дорогой поднос. Еще одна ошибка, и вы будете уволены. Мистер Харрисон попытался успокоить свою жену, в то время как их дочь Харпер, которая была ровесницей Натали, усугубляла ситуацию. У меня больше нет настроения есть эти фрукты, мама. Эта женщина испортила мне вечер. Натали была очень жаль униженную горничную. Она присоединилась к мальчику в кустах. Я ненавижу этих людей. Я тоже, и это моя мама, на которую они кричат. Они не заслуживают всей этой вкусной еды. Я должен преподать им урок. Подожди, ты собираешься сделать что-то плохое? Мама сказала, что ты не должен делать плохие вещи, несмотря ни на что. Но он просто проигнорировал ее и притащил мешок с навозом, лежавший неподалеку. Затем он начал взбираться на дерево, с которого открывался вид на сад. Но через несколько мгновений ветка под ним сломалась, и он кувырком полетел вниз прямо на стол, разбрасывая повсюду коровьи какашки. Все закричали, а миссис Харрисон, казалось, была готова взорваться. Она крикнула, чтобы вызвали охрану. И Натали решила, что должна что-то сделать, чтобы спасти своего нового друга. И потому она побежала к ближайшему сараю, оседлала молодую лошадь и заставила ее носиться по саду, полностью испортив праздник. Вы маленькие негодяи! Натали схватила мальчика за руку, и они скрылись с места преступления. Не могу поверить, что ты только что это сделала. Ты самая крутая! Живот Натали внезапно издал очередной рык. Он хихикнул и достал из кармана яблоко. Для тебя. Пусть будет два, потому что я спасла твою задницу. Ха-ха, я скоро принесу тебе другое, обещаю. Как тебя зовут? Натали, я тебя. Калиб, приятно познакомиться, Натали. Мы можем быть друзьями. Хорошо. С тех пор Калиб и Натали стали лучшими друзьями. Повзрослев, они разделяли любовь к идее и ненависть к богатым и злым людям, особенно к таким, как Харрисоны. Калибу было 11 лет, когда его мама познакомилась с парнем, мистером Кроссом, садовником семьи Харрисонов. Его мама сказала, что с этого момента мистер Кросс будет ухаживать за ними. Привет, Калиб. Твоя мама сказала мне, что ты любишь яблоки и чтения? Вскоре после этого мистер Кросс и мама Калиба поженились, и он стал героем в глазах Калиба. Он был так поражен своим отчимом, каким умным и сильным он был, и как хорошо он относился и к нему, и к его маме. Когда я вырасту, я хочу быть таким же, как ты, папа. Я уверен, что ты будешь лучше меня и всех богатых людей в этой стране, дитя мое. Он помогал Калибу понять домашние задания по математике, давал советы, как построить домик для голубя, а также давал ему действительно хорошие жизненные уроки. Мой папа рассказал мне кое-что. Я хочу поделиться этим с тобой, потому что ты мой лучший друг. Правда? Расскажи мне. Он сказал, что иногда нам нужно постоять за себя и дать отпор. Чего бы это ни стоило. Да, мы отбиваемся. Правильно, мама сказала, что мы не должны делать плохие вещи, несмотря ни на что. Я знаю, ты мне говорила. Но разве плохо защищать себя? Разве мы просто позволяем другим людям делать с нами плохие вещи и ничего не говорим? Ты всегда говоришь о том, как несправедлива система в этом городе для бедных людей. Да, я думаю, что, например, если кто-то обидит тебя, я тоже обижу его. Натали была удивлена тем, как твердо Калиб это сказал. Внезапно, как только она изменила положение, она потеряла равновесие и упала. Калиб засмеялся и помог ей подняться. Теперь я не знаю, как повредить забор или землю, но... Затем Калиб пнул забор и топнул ногой по земле. Натали нашла это забавным. Ей нравилась мысль о том, что Калиб ее защитник. И она чувствовала, что ей очень повезло иметь такого лучшего друга, как он. И с годами он стал нравиться ей все больше и больше. Но она слишком боялась признаться в этом. Слишком боялась разрушить дружбу. Однажды в школе она решила приготовить его любимую еду и удивить его за обедом. Но ее сердце сжалось от ревности, когда она увидела, как он смеется с несколькими девушками в столовой. Она уже уходила, когда Калиб покликнул ее по имени и подошел к ней. Это шляпа для меня? Прежде чем она успела ответить, девочки вскочили и уставились на Натали. Почему ты дружишь с этой тупицей, Калиб? Тот же вопрос. Такие красивые мальчики, как ты, должны общаться с такими красивыми девочками, как мы. Внезапно Калиб обхватил рукой плечо Натали. Моя девушка не тупица. Она самая умная, крутая и красивая девушка, которую когда-либо знал. Так что, пожалуйста, перестаньте говорить о ней гадости. Девушка? Когда униженные девушки ушли, Натали повернулась к нему. Зачем ты сказала им эту чушь? Эти девчонки будут ненавидеть меня вечно. Ты с ума сошла? Да, я злюсь, потому что ты солгал. Мы не встречаемся. Мы просто друзья. Хорошо, мне жаль. Но что, если я хочу большего? Что ты имеешь в виду? Я могу взять тебя за руку? Нет. Я люблю тебя, Натали. Я люблю тебя с тех пор, как мы были детьми. Ты меня тоже любишь? Искренний взгляд Калиба заставил ее растаять. Да, думаю, я чувствую то же самое. Калиб начал наклоняться к ней. И когда их губы наконец соприкоснулись, она почувствовала себя на седьмом небе от счастья. После этого лучшие друзья стали парой. И Натали была очень счастлива с Калибом в качестве его девушки. Но со временем все стало усложняться. Его мама сильно заболела, а заработка отчима не хватало на лекарства. Поэтому Калиб был вынужден брать больше подработок на ферме. У него почти не оставалось времени на общение с Натали. Тем временем в тот вечер в доме Харрисона семья ужинала, как обычно. Мистер Харрисон рассказывал об успехах в бизнесе. А миссис Харрисон настойчиво уговаривала сына встречаться с кем-нибудь. Я не понимаю этой спешки. Я так молод, у меня будет много времени позже. Теперь у тебя много времени. Я не хочу, мам. Я лучше сосредоточусь на школе, чем на свиданиях. Любовь это всего лишь глупое отвлечение. Вся работа и отсутствие игр делает людей очень скучными, дорогой. Помнишь Шейлу? Дочь Бенджамина. Я думаю, она хорошая девушка. Мама, она мне не нравится. Она странно одержима мной. Дюк, она заботится о тебе? А, пусть пока все будет как есть. Не дави на него так сильно. Он в конце концов найдет кого-нибудь. Но Шейла может не быть рядом, пока он решит, что готов. И я думаю, что она была бы так хороша для него. Она умная молодая женщина. Они идеально подходят друг другу. Сейчас мне неинтересно тратить время на девушек. О, брат, как насчет мальчиков? Не хочешь поделиться чем-нибудь, а? Заткнись, Харпер. Но Шейла и ее родители скоро приедут к нам в гости. И ты проведешь с ней время, чтобы вы могли получше узнать друг друга. Кто знает? Может быть, это закончится свадьбой? Услышав все это, Дюк вдруг почувствовал желание солгать. Прости, мама, но у меня уже есть девушка. Что? Я сказал, что не встречаюсь с Шейлой, потому что у меня уже есть девушка. С каких пор у тебя есть девушка? С шести месяцев назад. Но мы держали это в секрете. Я не хочу, чтобы люди лезли в мои дела. Дюк вышел из-за стола и решил прогуляться по саду, чтобы успокоиться. Вдруг он услышал, что кто-то идет позади него. И обернувшись, увидел, что это всего лишь мистер Кросс. О, простите, господин герцог, я не хотел мешать вашей прогулке. Вы выглядите немного расстроенным? Нет, ничего страшного. Просто иногда родители могут быть слишком грубыми. Хм, у вас есть дети, мистер Кросс? Сын такого же возраста, как и ваш. Может быть, я вас когда-нибудь познакомлю? Дюк чувствовал себя слишком озабоченным, поэтому он просто улыбнулся их садовнику и ушел. В те выходные мама Натали подхватила серьезный грипп. Поэтому в тот же день она вместе с Калебом отправилась в город, чтобы купить лекарства. Пока они были в аптеке, ему позвонил отчим. Мне нужно заехать к папиному другу, чтобы забрать посылку. Жди меня на городской площади, я скоро вернусь. Натали купила лекарство и села на скамейку на городской площади. Больше всего ей там нравилась старая статуя лошади в центре. Они такие великолепные волшебные существа. И тут она заметила, что красная повязка на глазу валяется на земле. Она подняла ее, но когда она надевала ее обратно, статуя вдруг покачнулась. Она попыталась придать ей устойчивое положение, но она внезапно опрокинулась на одну сторону и разбилась на куски. «Святые угодники!» Натали в полном шоке смотрела на это зрелище. Горожане быстро собрались вокруг и пришли в ярость. «Как ты могла быть такой безрассудной и разрушить гордость нашего города? Разве мало того, что мы вынуждены жить с иностранкой, которая ругает наш народ и его системы, а теперь ты разрушила наше культурное наследие?» Некоторые из них даже начали плакать, и Натали почувствовала панику. Она попыталась связаться с Калебом, но батарея ее телефона была разряжена. «Я клянусь, я ничего не делала! Она и так была неустойчива! Пожалуйста, простите меня!» Но горожане были вне себя от ярости. Вскоре приехала полиция, и пока они допрашивали ее, все вдруг замолчали, так как они прокладывали себе дорогу к кому-то. Натали подняла голову и встретилась с чьими-то глазами. «Дюка, старшего ребенка Харрисонов!» «Что здесь происходит?» «Эта девушка только что нанесла серьезный ущерб общественной собственности, и нам нужно, чтобы она проехала с нами в участок». Дюк просто кивнул им, и вскоре Натали обнаружила себя сидящей в отделении для преступников. «Пожалуйста, офицер, позвольте мне сначала пойти домой. Моя мама больна, и она, наверное, очень волнуется». Но офицер просто проигнорировал ее. Через несколько минут из главного офиса вышел Дюк. «Ты свободна. Я обо всем позаботился». «А? Что ты имеешь в виду?» «Я заплатил 50 тысяч долларов за штраф и возмещение ущерба, чтобы ты не попала в тюрьму». «Что? Зачем ты это делаешь? Ты меня даже не знаешь». «Потому что ты мне нужна». «Что? Что ты имеешь в виду?» Затем Дюк вытащил ее на улицу, чтобы поговорить. «Слушай, мне нужно, чтобы ты поработала на меня в качестве моей фальшивой девушки в течение месяца. И я заплачу тебе за это». «Прости, но ты не мог бы повторить то, что сказал?» «Я не уверена, правильно ли я расслышала». «Я думаю, что да. Не похоже, что у тебя есть проблемы со слухом». «Ты так шутишь? Потому что это очень отстойно. Даже гиены не будут смеяться над этим». «Я что, похож на клоуна? Как ты можешь предлагать мне нелепую работу, когда ты даже не знаешь, есть у меня парень или нет?» «Слушай, мне все равно, одинока ты или нет. Мне это неинтересно. Мне просто нужно, чтобы ты притворилась моей девушкой и убедила всех, что мы влюблены. Особенно мою семью». «Но зачем тебе вообще нужна фальшивая девушка? У тебя может быть настоящая. Просто выбери любую девушку, кроме меня. Вы, богатые люди, привыкли получать все, что захотите. Я попросил тебя быть моей фальшивой девушкой, а не становиться интервьюером. Наедине мы будем практически незнакомцами, занимающимися делами друг друга. Я могу подготовить контракт завтра». «Почему ты думаешь, что я приму твое предложение? Я не хочу ту странную работу. Не волнуйся, я подумаю о другом способе отплатить тебе». «Другого пути нет. Прими мою работу или немедленно верни мои деньги». «Это должна быть именно та сумма, которую я потратил, чтобы спасти твою жалкую задницу». Натали хотела накричать на него за то, что он ее шантажировал, но она знала, что не сможет ему отплатить. «Дай мне подумать об этом». «У меня мало времени. Я дам тебе день. Давай встретимся в том кафе завтра, в это же время». Прежде чем Натали успела сказать что-то еще, он развернулся и ушел. Когда она вернулась домой, то обнаружила сообщение Калиба о том, что она останется на ночь в доме друга своего отчима. Натали действительно нужно было поговорить с ним, но она также беспокоилась о том, как он отреагирует. Она также не хотела пока рассказывать об этом маме и нервировать ее. Поэтому поздно вечером она отправилась в свое любимое место на ферме, чтобы подумать о одиночестве. Вдруг рядом с ней появился Калиб. «Эй, что ты здесь делаешь?» «Подожди, Нат, ты плачешь?» «Скажи мне, что случилось?» У нее не было выбора, кроме как рассказать ему обо всем. «Ты серьезно?» «Ты не должна была позволять ему помогать тебе?» «Он позаботился об этом сам, а я никогда не смогла бы заплатить 50 тысяч долларов самостоятельно. Но из всех девушек, почему он хочет тебя?» «Это глупо. Я думал, Харпер злая. Я не ожидал, что ее брат окажется еще хуже. Слушай, если бы он не помог мне, я бы сейчас мерзла и была несчастной в тюрьме. Но он явно помогал тебе только для того, чтобы заставить тебя пойти на эту дурацкую работу. Что мне делать? Он не оставил мне выбора. Видеть, как моя девушка встречается с другим парнем, это пытка, Нат. Не важно, фальшивая она или нет». Калеб встал и яростно пнул несколько камней. «Ладно, хорошо. Я не буду этого делать. Тогда я придумаю другое решение». Когда слезы Натали полились, Калеб вздохнул и сел. «Ладно, прости меня. Не плачь, пожалуйста. Давай все обсудим. Ты будешь просто играть роль. И это всего на месяц, верно? И ты уверена, что он платит тебе за эту огромную сумму? Да, я буду просто фальшивой подружкой. Я никогда не влюблюсь в этого придурка. Никогда». «Хорошо, я согласен. Но при одном условии. Каком?» Яростно пнул несколько камней. «Хорошо, я не буду этого делать. Тогда я придумаю другое решение». Когда Натали расплакалась, Калеб вздохнул и сел. «Ладно, прости меня. Не плачь, пожалуйста. Давай все обсудим. Ты будешь просто играть роль. И это всего на месяц, верно? И ты уверена, что он заплатит тебе за это огромную сумму? Да, я буду просто фальшивой подружкой. Я никогда не влюблюсь в этого придурка. Никогда». «Хорошо, теперь я согласен. Но при одном условии». «Каком?» «Не должно быть никаких прикосновений». Натали была удивлена тем, насколько ревнивым может быть Калеб. «Но он хочет, чтобы я убедила всех, что мы действительно встречаемся. Как мы можем это сделать, если мы даже не можем держаться за руки?» «Я только что понял, что прозвучало смешно. Не обращай внимания». «Это ничего не будет значить, Калеб. Я клянусь. И я дам тебе часть оплаты за дорогое лечение твоей мамы». «Нет-нет, это ты будешь работать на это, а не я. Мы обещали защищать и помогать друг друга, помнишь? Просто поддержи меня в этом месяце, и мы получим немного денег для твоей мамы». «Я... Я поддерживаю тебя, конечно. Ты моя, понятно?» «Всегда». Натали нервничала, встречаясь с Дюком на следующий день. Когда она пришла, он уже был в кафе. Ты опоздала на 7 минут. «Итак, первое дело. Мне нужно, чтобы ты перевелась в мою школу». «Что?» «Это необходимо для работы в течение месяца?» «Да, не волнуйся. Я могу легко перевести тебя туда и обратно. У моей семьи есть все связи». «О, да, здесь правит твоя семья. Как я могу забыть об этом?» «Вот контракт. Прочитай его и подпиши ниже». Контракт был коротким и простым. Он действовал в течение месяца, но при необходимости его можно было продлить. И если бы она нарушила его, ей пришлось бы вернуть долг Дюка в размере 50 тысяч долларов. «Этот придурок поставил мне шах и мат, и теперь отступать некуда. Но я не собираюсь облегчать ему задачу. Он пожалеет, что не остался со мной в качестве своей девушки. В свой первый рабочий день она была поражена тем, насколько большой была школа Дюка. И все были одеты в одежду, которая выглядела дороже тысячи коров. Когда она шла к главному зданию, на парковку внезапно въехал шикарный спортивный автомобиль. У Натали отвисла челюсть, когда водитель вышел из машины. Это был Дюк. И он выглядел потрясающе. Девушки начали окружать его. Но, ко всеобщему удивлению, Дюк подошел к Натали и обнял ее за плечи. «Вот ты где. Ты хорошо спала этой ночью?» «Я? Нет. Потому что я не могла перестать думать о тебе. Ты можешь хоть на секунду перестать быть такой ужасной? Это меня убивает». «Чувак, это кто?» «Это Натали и моя девушка». В одном углу сестра Дюка Харпер была в ярости. «Из всех девушек в мире он выбрал ее?» «Я видела эту тупую крестьянку несколько раз на ферме. Как Дюк может быть таким тупым?» Когда они шли в класс, Натали внезапно остановила Дюка на повороте. «Зачем ты меня поцеловал? Что ты делаешь?» «Убедительно?» «Ты читала контракт, который подписала?» «Держать за руки и целовать в лоб и щеки разрешается». Натали не восприняла эту часть всерьез. Она хотела задать больше вопросов, но вспомнила правила контракта. Не спрашивать о личных вещах. Позже, в тот же день, когда она складывала свои вещи в шкафчик, позади нее появились Харпер и ее друзья. «Мне кажется, Элли здесь пахнет грязью». «Определенно пахнет грязью». «О, фермерша, я тебя не видела». «Я уверена, что ты видела меня, Харпер». «Не умничай со мной, фермерша». «То, что ты девушка моего брата, не значит, что я должна быть с тобой вежлива». «Но ты могла бы быть добрее ко мне просто из элементарной человеческой порядочности, может быть?» «Или ты с этим не знакома?» Натали начала уходить, но Харпер разозлилась и потянула ее за волосы. «Ты маленькая!» «Что здесь происходит?» «Скажи своей грязной подружке, чтобы вела себя прилично». «И вообще, почему ты с ней встречаешься?» «Ты что, выбрал первую попавшуюся девушку на ферме или что?» «Следи за языком, Харпер». «А что с ней не так?» «Она буквально идеальна!» «Ты мог выбрать кого угодно, Дюк!» «Она совсем не похожа на нас!» «Я бы не хотел тратить свое время на то, чтобы слушать кого-то, кто говорит о сумках и десяти различных оттенков розового во все дни. Натали намного интересней». «Вау, он действительно хороший актер!» «Но, боже, меня здесь унижают!» «Я сделаю так, что этот мальчишка пожалеет о своем решении». Затем Дюк предупредил всех, чтобы они хорошо относились к Натали, включая его сестру и ее друзей. И у них не было другого выбора, кроме как повиноваться королю своей школы. На следующий день Натали приготовила неловкую парную футболку для них обоих и подарила ее ему во время их баскетбольной тренировки. «С двухсотым днем, мой маленький король!» Все начали смеяться, и она подумала, что Дюк будет очень раздражен. «О, теперь я понял. Это потому, что ты буквально боготворишь меня? Мне нравится футболка, детка». «Ух, да, хорошо!» «Так давай теперь наденем футболки». Вдруг Дюк случайно споткнулся и разлил свою бутылку сока на футболки. «О, нет, жаль, что они стали грязными. Может быть, в следующий раз? Но я ценю этот жест». Натали была вне себя от ярости, потому что ее план поставить его в неловкое положение полностью провалился. Возможно, ей нужно было постараться. Поэтому позже в столовой она просто пристально смотрела на него. «Не могу поверить, что встречаюсь с самым красивым мужчиной во вселенной. Только посмотрите на его ресницы. У них идеальная длина и изгиб. И даже не говорите мне о его прекрасных волосах в ноздрях». Натали было все равно, что все считают ее одержимой подружкой. Лишь бы она выводила Дюка из себя. Дюк очень закрытый человек. Так что есть эксклюзивная информация? «О, он крикун!» «Особенно в окружении восьминогих живых существ». «Что?» «Не стесняйся, Дуки, у всех есть страхи, верно?» «Вообще-то у меня дома из коллекции пауков. Видите?» «Ах!» «Извините, ребята, она действительно любит иногда пошутить. Это случается, когда она пьет свои лекарства. Ну, знаете, от ее проблем с менталочкой». Натали пнула ногой под столом. «Просто без ума от тебя, маленький король!» Но она перешла все границы через несколько дней, когда Дюк участвовал в школьном спектакле. Он играл роль принца, и как раз, когда он собирался поцеловать свою принцессу, Натали закричала из зала. «Мой маленький король, пожалуйста, не целуй эту ведьму! Твои губы принадлежат только мне!» Все в шоке уставились на нее, включая Дюка. Он попытался возобновить свою игру, но забыл свои реплики и смутился, а затем повернулся, чтобы уйти и споткнулся обо что-то, в результате чего вся декорация рухнула на принца. Ой! И сразу после этого Дюк сердито подошел к ней. «Что ты творишь? Кто просил тебя вести как сумасшедшая мелодраматическая подружка? Ты только что опозорила меня перед всеми. Мы работали над этой пьесой несколько месяцев, а ты все испортила. Да что с тобой такое? Ладно, извини, я не думала, что окажу на тебя такое сильное воздействие, что ты забудешь о своей актерской игре. Я просто пыталась быть убедительной, как ты и сказал. Не играй со мной в эти глупые игры, Натали. Я знаю, что ты пытаешься сделать, и это не сработает. Ты согласилась стать моей девушкой, и если у тебя вдруг не появится 50 тысяч долларов, ты будешь вести себя как нормальная девушка или отправишься в тюрьму. И поверь мне, мне ни на секунду не будет жалко, что твоя бедная задница гниет там. Тебе лучше вести себя хорошо. Мне не нужно, чтобы люди думали, что я встречаюсь с содержимой психичкой. Отлично, я поняла. Теперь ты можешь отпустить мою руку? Он так и сделал, и она оттолкнула его, уходя. Дюк все еще был очень зол на Натали, когда вернулся домой, но ему стало стыдно за то, как он с ней разговаривал. И что еще хуже, его мама тут же начала дышать ему в затылок. Где-то девушка, о которой ты нам рассказывал, уже неделя прошла, пригласи ее завтра на ужин. Дюк знал, что им с Натали нужно больше сблизиться, чтобы отношения между ними были более естественными, иначе его мама сможет в секунду определить, что это фальшивка. Он убедил маму дать ему еще неделю и поговорил с Натали на следующий день. Послушай, мне жаль, что я так с тобой разговаривал. Я просто был разочарован игрой, и у меня есть кое-какие мысли на уме, но это не лучшее оправдание моего поведения. Мне жаль. Э, да, хорошо, просто не говори так со мной снова, и все будет в порядке. Не буду, обещаю. Нам нужно встретиться сегодня после школы, чтобы ты могла лучше узнать меня и мою локацию. Мама хочет поскорее с тобой познакомиться, и она может спросить тебя о чем угодно. В течение следующих трех дней Натали запоминала расписание Дюка. После школы он брал уроки актерского мастерства, а по выходным управлял сиротским приютом в городе. Однажды, когда он подвозил ее домой, Натали обнаружила, что ведет с ним непринужденный разговор. Дюк, ты собираешься профессионально заниматься актерским мастерством? Я думала, ты просто возьмешь на себя семейный бизнес. Да, актерство – это моя мечта. Я бы с удовольствием мог заниматься этим свободно. Но мама хочет, чтобы я строил торговые центры на фермерских землях. А я очень не хочу этого делать. Я бы хотел помочь фермерам стать более продуктивными, чтобы они могли жить лучше, а не отбирать у них землю и оставлять их без работы. Чем больше Натали проводила времени с Дюком, тем больше понимала, что у него на самом деле золотое сердце. И ей было стыдно за то, что она осуждала его и все усложняла. С тех пор ей стало по-настоящему комфортно с ним. Он так хорошо играл, что иногда она забывала, что все это не настоящее. В школе он держал ее за руку, целовал в макушку, смотрел на нее с любовью. Калеб никогда не был так откровенно ласков. Это вызывало у нее забавные чувства в животе. Однажды он даже взял ее в свое тайное место. Заброшенный дом, который он планировал отремонтировать и отдать одному из фермеров, когда он выйдет на пенсию. Эти странные чувства начали беспокоить ее. Нет, я просто поражаюсь его хорошим качеством, но эти мысли ничего не значат. После ужина в ресторане Дюк отвез Натали к ее дому. И когда она выходила из его машины, она вдруг споткнулась, но он поймал ее как раз вовремя. Мир Натали остановился, когда она поняла, как близко находятся их лица, а ее сердце бешено колотилось. Она вырвалась и тут же отстранилась. Прости за это, я иногда бываю неуклюжей. Только иногда? Прости? Я сказал, что ты симпатичная. Ты понял это только сейчас? Дюк только посмеялся над ней и начал идти к своей машине. Увидимся, детка. Натали внезапно забыла, как говорить. И тут из тени внезапно появился Калиб. Что это было, Над? Боже, ты меня напугал. Что это было? Я видел тебя и Дюка. Ты забыла, что это всего лишь притворство? Это притворство. Мне это не показалось фальшивкой. В том-то и дело. Мне платят за то, чтобы я играла правдоподобно, помнишь? Натали подошла к Калибу и взяла его за руку. Ну же, Калиб, ты знаешь, что я чувствую к тебе. Я люблю тебя. А что ты к нему чувствуешь? Как будто я хочу толкнуть его привилегированную задницу на коровий навоз. Они вдоем рассмеялись, но Натали все еще волновалась, потому что Калиб продолжал смотреть на нее немного подозрительно. Позже в тот день Калиб пошел поговорить со своим отчимом. Тебя что-то беспокоит, сынок? Мне страшно, папа. Над говорит, что ненавидит Дюка. Но я могу сказать, что он ей нравится настолько, что она может быть близка с ним, даже когда рядом никого нет. Но они притворяются, что нравятся друг другу настолько, чтобы быть убедительными. Это просто притворство. Я знаю, но все же, это Над, и мне тяжело. Эй, ничего подобного. Эти притворные отношения не вечны. Сосредоточься на конечной цели. Неделю спустя Дюк пригласил Натали на ужин со своей семьей. Когда они стояли перед дверью, он заметил, как она нервничает. Поэтому протянул ей дрожащую руку и улыбнулся. Она сразу же почувствовала себя намного лучше, и они вошли в дом. Харпер и его родители ждали ее в гостиной. И все они выглядели такими утонченными и пугающими, особенно миссис Харрисон. Рада наконец-то познакомиться с тобой, дорогая. Ты еще красивее, чем описал тебя, Дюк. Я слышал, что твоя мама продает на рынке какие-то корнеплоды и раньше работала на одном из наших ранчо? Да, сэр. О боже, мне жаль, что нам приходится принимать гостей такого низкого класса. Харпер, веди себя прилично, пожалуйста. Как скажешь. Пока они ужинали, миссис Харрисон продолжала расспрашивать об их истории любви и отношениях. И их ответы, к счастью, совпадали. Харрисоны были на удивление милы, за исключением Харпер, которая продолжала бросать на нее смертельные взгляды. После ужина миссис Харрисон подошла к Натали и повела ее на кухню. Я тебе хочу дать кое-что, моя дорогая. Конечно, мэм. Когда они пришли туда, Натали удивилась, увидев на прилавке нож и много лука. И вдруг миссис Харрисон начала сама нарезать его прямо у нее на глазах. Говорят, что лук может подарить богатство и красоту. Это мой подарок тебе, как моей будущей невестке. Пожалуйста, возьми его. Натали начала плакать, забирая у нее нарезанный лук. Ты плачешь? Ты выглядишь такой красивой со слезами на глазах. Нет, это просто из-за лука. Это нормально быть эмоциональной, дорогая. Выпусти все наружу. Натали была вне себя от жуткого поведения миссис Харрисон. Она извинилась и вернулась в гостиную, где разговаривали Дюк и его отец. Она сказала им, что ей нужно идти, и Дюк вызвался проводить ее до дома. Миссис Харрисон и Харпер наблюдали за ним из балкона. Не знаю, помнишь ли ты, но я думаю, что это маленькая девочка, которая испортила твой день рождения, мама. Я помню ее. И это просто дает мне еще одну причину избавиться от нее. Тебе удалось ее отпугнуть? Дорогая, почему, по-твоему, она ушла так рано? Я только начала. На следующий день Натали пошла на трибуны, ожидая найти там Дюка, но не нашла. Он попросил ее встретиться с ним там, чтобы они могли обсудить дальнейшие действия после встречи с его семьей. Она пошла искать его, когда услышала знакомые голоса за одним из школьных зданий. Она тихо подошла ближе и заглянула за угол. Там разговаривали Дюк и Калеб. У нас проблемы? Ты слишком сблизился с Натали. Ну, она моя девушка. Фальшивая девушка. Помни ту часть, где она не настоящая. В чем твоя проблема? Ты сказал мне, что она просто друг. Она тебе интересна? Вовсе нет, но я все еще забочусь о ней и не хочу, чтобы она связалась с кем-то вроде тебя. Хорошо, в таком случае ты можешь перестать вести себя, как ее обеспокоенный отец. Я не заинтересован в том, чтобы связываться с ней. Хорошо, потому что это не входит в план. Как и ты не загоняешь меня в угол и не говоришь мне лишних вещей, чувак. Было нелегко инсценировать всю эту историю со статуей и убедиться, что Нат оказалась там в нужное время, чтобы взять вину на себя. Ты должен мне за это, не забывай об этом. Я заплачу тебе точную сумму после этого, как и обещал. Но я не спрашивал твоего мнения о том, как буду действовать дальше. Так что отвали с таким отношением. Дюк ушел, и Калеб тоже, а Натали стояла в шоке. Что? Они подставили меня? Калеб помог подставить меня для какой-то сделки с Дюком? Натали чувствовала себя сумасшедшей, и ей нужно было помешать Калебу как можно скорее. Позже тем же вечером, когда она подходила к его двери, что-то привлекло ее внимание из окна. Это была мама Калеба, и она убиралась в доме и совсем не выглядела больной. Натали сердито постучала, и Калеб удивленно посмотрел на нее. Нат, я не знал, что ты придешь. Все в порядке? Мы можем поговорить наедине. Конечно. Он вышел с ней из дома на ее любимое место, и тут она повернулась к нему и со злостью толкнула его. Так это ты рассказал Дюку обо мне, когда ему нужна была фальшивая девушка? Ты также тот, кто позаботился о том, чтобы я не смогла отказать? Ты испортил ту статую и подставил меня. Как... Как ты мог так поступить со мной? Нат... И потом ты вел себя так, будто не хотел, чтобы я брала эту руку. Работу и заставлял меня чувствовать себя виноватой. О, заботливый и собственнический парень. Но это была твоя идея с самого начала. Ты должен получить Оскар за свою игру. Пожалуйста, послушай, я могу объяснить. Ты выставил меня полной дурой, и ты также сказал Дюку, что я просто друг? Калеб, ты... Ты такой придурок. Он бы не согласился, чтобы ты была его фальшивой девушкой, если бы знал, что мы вместе. Ого, и это твое оправдание? Ты просто использовал меня, как глупую игрушку, чтобы вытянуть из него деньги. И не для своей больной мамы, потому что она кажется сейчас в полном порядке. Кто ты такой, парень? Я даже не знаю тебя, и, похоже, никогда не знала. Нет, это не так. Заткнись, мы закончили. Ты слышишь меня? Мы закончили. Наталья не дождалась его ответа, прежде чем уйти. Калеб не мог перестать чувствовать себя опустошенным, и сломался перед отчимом. Наталья порвала со мной папа. Тогда забудь о ней. Когда у тебя будут деньги, ты сможешь заполучить любую девушку, какую захочешь. Ты все равно слишком гениален для нее. Попробуй выбрать кого-нибудь богатого. Женить бы на богатой даст тебе пожизненную безопасность. Калеб был ошеломлен словами отчима. Он действительно хотел быть богатым и жить гораздо легче. Но он не мог забыть Натальи вот так просто. Папа, Нат очень много значит для меня. Мне нужны были деньги, но я никогда не хотел потерять ее. И зачем я нужен какой-то богатой девушке, бедный фермер? У меня есть план. И если все получится, мы будем жить в городе, как королевские особы. Но мне нужно убедиться, что я могу доверять тебе, что ты не испортишь все из-за эмоций. Конечно, ты можешь доверять мне, папа. Мистер Кросс ухмыльнулся, раскрывая свой давний план по краже бриллиантов и денег у Харрисонов. Но это же очень большое преступление. Что если нас поймают? Я работаю на них достаточно долго, чтобы знать каждый уголок особняка. Я знаю, когда нужно сделать ход и как уйти незамеченным. Кроме того, это не совсем кражи. Считай, что это их плата за то, что они пользовались бедняками и обращались с нами как с грязью. Речь идет о справедливости, малыш. И о твоем будущем. Мистер Кросс в конце концов убедил амбициозного Калиба, но тот все еще не был готов отпустить Натали. Он попытается заставить ее простить его и вернуть ее. Тем временем Натали почти решилась пойти к Дюку, чтобы тоже вступить с ним в конфронтацию и немедленно расторгнуть контракт, но остановила себя. Нет, она подыграет ему и получит деньги, которые он ей должен. Но как отвратительно все же подыгрывать ему в роли девушки. Дюк не мог перестать думать о Натали. Он солгал Калибу, когда сказал, что не хочет иметь с ней никаких отношений. На самом деле он хотел быть рядом с ней все время. На следующий день он участвовал в большом благотворительном мероприятии, где был крупным спонсором, и пригласил ее. Но он не мог не заметить, что она была не в себе. Ее улыбка оказалась фальшивой, и она почти не произносила ни слова. Когда он взял ее за руку, она чуть не вскрикнула и не одернула ее. Когда они сели ужинать, она вдруг заговорила. О, вау, ты шутишь? Мы ужинаем на 1500 долларов на человека и собираем деньги для бедных голодных детей? Какая ирония. А вы богатые люди, просто такие поверхностные и несносные. Натали, что ты делаешь? Ты хочешь сказать, что цена на еду завышена? Это всего лишь 1500 долларов, милая. Всего 1500 долларов? Лучше бы я сейчас оглохла, потому что это самая глупая вещь, которую я когда-либо слышала. Не могли бы вы оказать нам всем услугу и купить своей девушке манеры? Мир стал бы лучше, если бы вы все могли купить себе добрые сердца. Дюк потерял дар речи, но тут его неожиданно вызвали на сцену для произнесения речи. Для меня было честью быть частью этого события, и я хотел бы... Когда Дюк встретил взгляд Натали с другого конца комнаты, его разум просто помутился. Я... я... Пока он смущался, Натали пошла в ванную, чтобы успокоиться. И тут она услышала знакомые голоса. Миссис Харрисон и Харпер. Мама, я очень волнуюсь за эту девушку с фермы. Мне не кажется, что это какая-то интрижка. Мне кажется, он действительно влюблен в нее. Иначе он бы не пригласил ее сюда. Он даже ничего не сделал после всего того, что она сказала. Твой брат, такая боль, и у меня очень мало времени. Шейла и ее семья очень давят на меня. Мы должны избавиться от этой глупой девчонки. Или я не знаю, что будет. Я придумаю что-нибудь, что сильно ее разорит. Я не хочу просто разрушить ее. Я хочу, чтобы она исчезла. У нее есть только эта бедная мать-одиночка в качестве семьи, верно? Точно. О да, она нам точно пригодится. Мама, ты великолепна. Затем они смеялись, как маньяки, и ушли. Ну вот, все, хватит этого безумия. Я не могу допустить, чтобы они причинили боль маме. Я должна закончить отношения с Дюком сейчас. Натали выбежала с мероприятия в поисках такси, но Дюк нашел ее прежде, чем она смогла убежать. Ты уходишь? Почему ты была так зла там? Я думала, что мы теперь друзья, и ты не будешь меня смущать. Друзья? Ты действительно думаешь, что мы друзья, Дюк? Да, я думаю так. Я забочусь о тебе, Натали. И есть кое-что, что я давно хотел тебе сказать, но мне не хватало смелости. Что? Я знаю, что это разозлит тебя еще больше, и... Просто скажи это. Месяц назад наш садовник познакомил меня со своим сыном Калибом, и мы подружились. Я рассказал ему о том, как мама заставляла меня встречаться с этой сумасшедшей девчонкой, и как я соврал, что у меня уже есть девушка. Я спросил Калиба, не знает ли он девушку, которая могла бы притвориться, что играет эту роль некоторое время. Я не хотел никого из школы. И тогда он порекомендовал своего друга. И это была ты. Но он сказал мне, что ты никогда не согласишься, потому что ненавидишь мою семью. Поэтому он планировал подставить тебя, чтобы ты согласилась. Мы втянули тебя в неприятности только для того, чтобы ты была в долгу передо мной и была вынуждена играть эту роль. Мне ужасно стыдно, что я так поступила с тобой. И мне очень жаль. Я пойму, если ты не сможешь меня простить. Натали была ошломлена. Она не ожидала, что Дюк признается. Я уже все знаю. Я слышала, как вы с Калебом говорили об этом на заднем дворе школы на днях. Правда? Почему ты ничего не сказала? Я думала, что подыграю тебе, раз уж не могу вернуть долг. Но теперь мне все равно. Что ты собираешься сделать? Отправить меня в тюрьму? Конечно нет. Ты вообще не сделала ничего плохого. Мы подставили тебя за эту статую. Вот именно. Я просто хочу быть далеко-далеко от твоей семьи. И от тебя. Натали села в такси, прежде чем он успел сказать что-то еще. У нее разорвалось сердце от того, что между ними все так закончилось, но она должна была уйти, и пока еще могла контролировать свои чувства. В следующие несколько дней Натали прогуливала школу. Ей было невыносимо видеть дюка, и она пыталась отвлечься от мыслей работой на ферме. Привет, мам. Могу ли я чем-нибудь тебе помочь? Все в порядке, милая. Я разберусь. Я не знаю, почему ты пропускаешь школу? Мам, мне просто нужен перерыв, хорошо? И я бы очень хотела помочь. Хорошо, принеси зерна из подсобки и покорми кур. Когда Натали вернулась с зерном, она увидела, как ее мама переступила через одного из гусей, потеряла равновесие и ударилась головой о камень. Мама! Ее мама была срочно заставлена в больницу, ей требовалась операция. Но Натали просто не могла позволить себе такую сумму. Она почувствовала отчаяние и беспомощность, и тогда подумала о единственном человеке, который мог бы ей помочь. Дюке. Я такая идиотка? Зачем я закончила с ним отношения бесплатно? Он заставил меня поступить со своими ценностями и самоуважением. Я должна вернуться к нему, чтобы заставить его заплатить цену за мое достоинство, а потом снова бросить его. Фу, зачем я вообще полюбила этого придурка? В особняке Харриса Дюк скучал по Натали, и у него ёкнуло сердце, когда она неожиданно ему позвонила. Я сожалею о том, как все произошло между нами в тот день. Мне было очень больно, потому что ты мне солгал. Мы можем встретиться сегодня вечером в кафе? Я буду там в семь. Но когда он приехал туда, то обнаружил, что Натали в панике. Дюк, мне нужно срочно ехать в больницу, с мамой произошел несчастный случай. Он сразу же отвез ее в больницу, и у него разрывалось сердце, когда он видел, как Натали плачет. Позже, в тот же день, он услышал, как она разговаривала с врачом о цене операции. Я заплачу за это. Дюк, нет, ты не должен. Считай, что это плата за все эти дни, что ты работала на меня. Он продолжал настаивать, а Натали делала вид, что отказывается, но в конце концов согласилась. Я не знаю, как тебя отблагодарить. Не думай об этом. Будем надеяться, что твоя мама скоро проснется. Я тоже очень надеюсь на это. Желая утешить ее, Дюк притянул в объятие, и Натали просто обняла его в ответ. Когда она подняла лицо, их глаза встретились, и ее сердцебиение участилось. Ты такая красивая. Когда Натали поняла, что происходит, она тут же отлучилась в ванную. Сосредоточься, Натали, он придурок, а его семья сумасшедшая. Не увлекайся. Тем временем, Харпер и миссис Харрисон решили, что ужин самое подходящее время для того, чтобы растормошить Дюка. Ну как Натали, дорогой? Может, тебе стоит пригласить ее снова поужинать с нами? Она занята заботой о своей маме, которая находится в больнице. Правда? Мы еще даже ничего не сделали с ее мамой. Что? Дюк, ты уверен, что именно поэтому твоя девушка не может прийти? Да, мама, я уверен. Или это потому, что она твоя фальшивая девушка, и ты кормишь меня кучей лжи? Что? О чем ты говоришь? В этот момент Харпер начала воспроизводить разговор Дюка и Натали на своем телефоне, где Дюк признался, что ему нужна фальшивая девушка из-за его мамы. Я так разочарована в тебе, Дюк. Ты солгал мне. Сейчас же прекрати эту глупую шараду. Мама, прекрати. Прекрати это давление. Да, я солгал тебе, но ты подтолкнула меня к этому. И Натали, возможно, была моей фальшивой девушкой, но я люблю ее сейчас. Ерунда. Избавься от этой золотоискательницы и встречайся с Шеллой вместо нее. Или ты можешь забыть о том, что ты мой сын, и обо всех этих привилегиях, с которыми ты родился. В ту полночь калибу его отчиму удалось открыть сейф Харрисона. Это... Вау, папа, мы станем богатыми. Я же говорил тебе, сынок. Теперь давай сложим все это в сумки. Быстрее. Отец и сын уже почти закончили убирать все в хранилище, когда дверь внезапно распахнулась, и ворвалась команда безопасности Харрисонов с полицейскими. На следующий день весь город облетела новость о том, что мистер Кросс и Калеб были арестованы за кражу в особняке Харрисона. Натали едва могла поверить своим ушам. Она больше не любила Калеба, но он был ее другом с самого детства, и она должна была его увидеть. Нэт, слава богу, ты здесь. Ты должна нам помочь. Пожалуйста, попроси Дюка, чтобы его семья простила нас. Калеб, почему ты это сделал? Когда ты стал таким человеком? Как ты не можешь понять, Нат? Мы всегда ненавидели этих богачей. Они унижали наших родителей и всегда плохо обращались с нами. Разве мы менее умны, чем они? Или меньше заслуживаем хорошей жизни? Нет, ты заслуживаешь хорошей жизни, но ты не можешь получить ее, грабя богатых людей. Ты должен заслужить ее, Калеб. Я мог бы работать 50 лет и никогда не достичь того уровня, на котором они находятся. Клянусь, я хотела этого не только для себя. Я хотела этого для своей семьи и для тебя. Я все еще люблю тебя, Нат. И я собирался убедить тебя переехать со мной в большой город, как только я стану богатым. Как ты мог подумать, что я этого хочу? Я никогда не могла даже списывать на тестах, когда мы были детьми. И я больше не люблю тебя, Калеб. Но ты мой лучший друг, мой единственный друг. Ты должна мне помочь. Пожалуйста, позови Дюка. Я не могу это сделать. Вы совершили преступление, и вам придется за него заплатить. И ни разу я не слышала, чтобы ты сказал, что сожалеешь о содеянном. Пожалуйста, Нэт, кто будет присматривать за моей мамой? Это разобьет ей сердце. Я умоляю тебя. Натали смягчилась и попыталась позвонить Дюку, но он не брал трубку. Она пообещала Калебу, что постарается сделать все возможное. Но прошло несколько часов, а от Дюка не было ответа. Затем она решила позвонить последнему человеку, с которым хотела поговорить. Алло, Харпер? Фермерша? Чем я обязана такому неудовольствию? Твой брат не отвечает на мои звонки и сообщения. С ним все в порядке? Это ты мне скажи? Мама выгнала его из дома прошлой ночи и фактически отреклась от него. И все потому, что он сказал, что влюблен в тебя и не будет встречаться ни с кем другим. Папа пытался остановить его, но он не захотел остаться. Он что? Харпер, куда он пошел? Почему я должна тебе говорить? Харпер, пожалуйста, скажи мне, что ему есть куда идти. И у него все еще есть какие-то собственные сбережения, верно? Оказалось, что у него ничего нет. У него было 100 тысяч долларов. Или мы так думали. Но теперь он без гроша в кармане. Он не сказал мне, куда он потратил эти деньги, но я легко могу догадаться, что на тебя. Ты золотая искательница. На самом деле она была права. Мамина операция обошлась в 100 тысяч долларов. А выглядело это так, будто Дюк отдал все свои сбережения мне. Она попыталась снова позвонить Харпер, которая заблокировала ее номер. Поэтому у нее не было другого выбора, кроме как поехать в особняк. Как ты смеешь приходить сюда, грязная, лживая крестьянка? Я просто хочу спросить, куда делся Дюк, потому что я волнуюсь. Брось притворяться, девочка. Мы все знаем, насколько все было фальшиво. Мой брат такой дурак, что на самом деле влюбился в тебя. Да, сначала это было понарошку, но я тоже влюбилась в него по-настоящему. Пожалуйста, вы должны узнать, куда он делся. Вдруг кто-то закричал от двери. Это была Шейла со своими родителями. Миссис Харрисон не ожидала их визита, и кровь отхлынула от ее лица. Кто это девушка? Где мой Дюк? Он мой, только мой. Верните его мне. Нам суждено быть друг с другом. Затем Шейла начала кричать, ломать все, что видела. И ее мама бросилась ее успокаивать. Тем временем, ее папа был в ярости. Наша бедная дочь. Я думал, Дюк не женат. Что это значит? Это все недоразумение. Это фермерша сумасшедшая и... Нет, мы все слышали. Ваш сын влюблен в эту девушку. Вы солгали нам. Что здесь происходит? Ваша жена обещала, что отплатит нам за то, что мы сохранили ее ужасную тайну. Это та плата, которую мы хотим получить. Дюк должен взять в жены нашу дочь. Лжецы, лжецы! И вдруг отец Шейлы достал из чемодана несколько фотографий и показал их мистеру Харрисону. Вот все, что вам нужно увидеть. Ваша жена ужасная женщина. Мы не должны были доверять ей. И теперь наша принцесса эмоционально уничтожена. Это непростительно. Мистер Харрисон потерял удар речи. Очевидно, что у его жены был роман с богатым политиком. Моя жена узнала обо всем этом, потому что она секретарь политика. Он уже много лет дарит вашей жене огромные суммы денег и дорогие подарки. Мистер Харрисон выглядел ошеломленным, а затем он вышел из себя. Я только и делал, что любил тебя. Поддавался каждой глупой истерике, давал тебе все, что ты хотела. Но тебе этого было недостаточно? И нашего сына ты тоже сделала несчастным, только чтобы прикрыть свои грязные секреты? Убирайся из моего дома. Сейчас же! Нет, ты не можешь так поступить со мной, милый. Я брошу его ради тебя. Но мистер Харрисон проигнорировал ее и приказал своей охране вытащить ее на улицу. Папа, что ты делаешь с мамой? Неужели ты не можешь просто простить ее? Если ты хочешь остаться в этом доме, ты будешь слушаться меня и перестанешь быть таким испорченным отродием. Иначе ты можешь уйти со своей матерью. Это понятно, Харпер? Да, папа. Затем господин Харрисон позвонил в полицию, чтобы ему помогли найти сына. Тогда Натали вспомнила о секретном месте, куда ее однажды привел Дюк. Она пошла туда одна и нашла его. Натали, что ты здесь делаешь? Она рассказала ему обо всем, что произошло. И Дюк не мог поверить, насколько ужасной была на самом деле его мама. Тебе пора возвращаться домой. Твой папа очень беспокоится о тебе. А ты? Ты волновалась? Как ты думаешь, почему я здесь? И как ты мог быть настолько глуп, чтобы отдать мне все свои сбережения? Это было для твоей мамы, Натали. Не глупо заботиться о тех, кого любишь. И я люблю тебя. Я тоже люблю тебя, Дюк. Я никогда не думала, что смогу, и я действительно не хотела, поверь мне. Но ты заставил меня влюбиться в тебя. Я ничего не могу с собой поделать. Хорошо, в таком случае тебе нужно подписать со мной еще один контракт. Постой, что это за контракт? Контракт на то, чтобы стать моей королевой. Навсегда. О боже, пожалуйста, не называй меня так больше никогда. Я подумаю об этом. Эй, ребята, если вам понравилась эта серия, дайте нам знать в комментариях и следите за нашим новым сериалом «Принцесса Вак-Вак», чтобы увидеть еще больше драмы, романтики и странного фастфуда. Я имею в виду, вы когда-нибудь слышали о банановой пицце или даже о принцессе по имени Вак-Вак. Не волнуйтесь, скоро вы узнаете об этом на этом канале. Ну, как вам эта история? Если понравилась, то ставьте лайк, а также подписывайтесь и пишите в комментариях о том, что вам это понравилось.